Ну и дальше вот, собственно, такие примеры из этого стандарта. По основным классам оборудования, ну видно, да, то, что я проговорил словами, есть определенная информация, как вы будете классифицировать аппараты. То есть если есть у вас там процессные люди, химики, энергетики, нефтяники, то есть там совершенно не кривиальная тема, это описание аппаратов, химических аппаратов, нефтехимических. Ну вот здесь показан пример, как мы делаем это в проектах. То есть есть подклассы этих аппаратов, есть основной принцип классификации, конструкция. То, что я говорил, да, основные узлы аппаратов, это вот они здесь обозначены, модели аппаратов. Я думаю, что большинству непонятно, что здесь написано, но мне там как химику по образованию понятно. Это модель аппаратов, которая загастированная, которая позволяет искать однотипные аппараты по любому производству, исходя из этого классификатора. Для меня важно понять, что процесс у нас структурированный. То есть любой объект проходит из такие как бы этапы описания, и на выходе получается высокой степени нормализации. По насосам, да, поговорили. То есть какие они бывают в принципе классификации узлы, заводские модели, понятно, да. То есть любой класс, соответственно, видно, что он выглядит в виде таких правил, по которым описывается этот объект информационной системы. Актические машины, да, то есть мы на самом деле говорим, что это не это двигатели, а актические машины, да. Есть целый класс систем, систем оборудования, это машины, там генераторы и двигатели. Это самый распространенный на самом деле класс оборудования на всех производствах, это электродвигатели. Они есть у всех, они устроены одинаково. Все-таки описание этих объектов, они очень высокого нормализованы. И, кстати, как с точки зрения поиска техкарт на обслуживание этих объектов, эти техкарты, они уже достаточно давно используются в энергетике. Транформаторы. Ну, то, что я говорил про ЭКИПА, то есть контрольные изменительные приборы, арматуры. Опять-таки наша рекомендация на проектах, я даю, что будет пример небольшой, здесь такие общие слова, это классифицировать их укрупненно, да, то есть именно по назначению. То есть для чего предназначен этот прибор, изменение давления расхода, исходя из этого классификатора, уже строят систему там описания объектов киповских приборов. Редактор субтитров А.Семкин